В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Спереди меня на каждой остановке или легковая машина, или бусы, или частники это все разбирают. Проблемы автопарка номер 3. Почему беременные женщины сажают деревья? Смотрите в репортаже Николая Кравца. Гран-при из Парижа. На заседании комиссии по ЧС принят план по защите населенных пунктов от стихии. Водители автопарка номер 3 продолжают конфликтовать с администрацией. Их возмущение выплескивается и на улице города. Сегодня водители автопарка номер 3 подрались на вокзале. Один из них, работающий на маршруте номер 121, Караганда-Шахтинск, получил ножевое ранение. Почему такое могло случиться, выяснял наш корреспондент. Коллегу раненого арестовали. И он признался в том, что поссорился с водителем и ударил его ножом. Полиция проводит доследственную проверку по этому факту. По одной из версий, мужчины повздорили из-за того, что не поделили пассажиров. Казалось, что делить-то. Пассажир всегда стоит на остановке. Но дело оказывается не только в этом. В основном на отношения внутри коллектива влияет план. У нас большие идут недовозы денег. Потому что у нас деньги эти воруют. До третьего автопарка они не доходят. А эти деньги, допустим, требуют с меня. Вот я вечером приеду, выручку мне сдавать у меня ее нет. Потому что я отсюда сейчас выезжаю, еду по остановкам. Спереди меня на каждой остановке или легковая машина, или бусы, или частники это все разбирают. Приходится реально гоняться за каждой копейкой. Иначе можно просто вылететь с работы. Штрейкбрехеров всегда найдут. Они приезжают домой в 2-3 часа. А в 5 часов он опять едет, на 5-ти круговой. И что он, какой он работник? Он едет и засыпает. Он на энергетике сидит. Я вот езжу, я с Караганды езжу каждый божий день. Туда и назад. Это же огонь гоняются как за дружком. На маршрутах и на 121-м, в том числе, идет настоящая битва за пассажира. Вернее, за их деньги. Оказывается, повышение платы за проезд не решает проблем пассажироперевозок в Караганде. Идет у нас такая борьба. На 122 маршруты подняли тариф. Подняли на 50%. 121-е остались со старой ценой. И вот идут гонки. 121-й обгоняет, 122-й, 122-й обгоняет, 121-й, потому что нужно собрать пассажиров. Водители бедные за эти планы дерутся уже просто не на жизнь, а на смерть. На смерть дерутся. Это же невозможно, такие планы поднимают. С чего? Автостанции не входят у них в план? А тут еще частный извоз ножку подставляет. Уводят пассажиров из-под носа. Ну, у нас не хватает плана, потому что нас подрезают личные автотранспорты. Кусики. Их 18 графиков. Мы начинаем движение. Они впереди нас за 5 минут. Так что мы не можем убирать этот план. Напрашивается вывод, что пассажироперевозчики варятся в собственном соку. Ни порядка, ни распределения ролей, ни уважения к пассажирам нет и в помине. Главное – прибыль. Значит, можно применять всевозможные приемы и уловки, чтобы ее получить. Невозможно так работать. Манукян уже довел всех и пассажиров, и водителей до ручки. До ручки. Сегодня за ножи хватаются, завтра будут за пистолеты и за автоматы хвататься. Вот такая ситуация на сегодня в третьем автопарке. Предел есть даже без предела. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. За два месяца 2014 года на дорогах области зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 111 получили ранения, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. Дорожные полицейские республики решили кардинально изменить положение на дорогах и приняли план мероприятий по обеспечению безопасности на 10 лет. В сравнении с 2013 годом количество происшествий снижено. Раненых в них уменьшилось на 24%, число погибших граждан уменьшилось на 14%. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, а также реализации национального плана мероприятий 10-летних действий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма на 2011-2020 годы, административной полиции ДВД Карагандинской области совместно с местными исполнительными органами, органами здравоохранения, образования, территориальными центрами по формированию здорового образа жизни в период с 1 по 30 апреля текущего года на территории Карагандинской области проводится широкомасштабное республиканское профилактическое мероприятие «Внимание! Светофор». Первый этап проходит с 1 апреля по 10 апреля, акция называется «Водитель-пешеход». Второй этап у нас проходит с 11 апреля по 20 апреля, автопробег «Ваш пассажир-ребенок». Третий этап у нас проходит с 21 апреля по 30 апреля, акция «Трезвый водитель». Следует напомнить, что профилактическое мероприятие «Внимание! Светофор» направлено не только на водителей, но и на пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения – это обязанность каждого гражданина. Сергей Высокосов, Батьяр Успанов, 1-й Карагандинский. Паводковая ситуация в Карагандинской области остается сложной, отметил глава области Бауржан Абдишев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим был разработан план по защите населенных пунктов от стихийных явлений природы. Подробности расскажет наш корреспондент. На областном заседании ПЧС Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев напомнил, что был разработан план на 2014 год по защите населенных пунктов от паводковых вод. Однако, несмотря на принятые меры в регионе, ситуация остается сложной. Напомним, что 31 марта произошел прорыв плотины в поселке Кокпикты, в результате чего были потоплены 149 домов. К сожалению, имеем человеческие жертвы, есть пострадавшие. Вся прошлая неделя у нас ушла на ликвидацию данного ЧАЭС. Всем хорошо известно, что масштабность последствий любой возникающей ЧАЭС напрямую зависит от степени ее готовности, быстроты реагирования. Комплекс мероприятий, план мероприятий мы принимали 3 февраля. Между тем, как сообщил заместитель Акима области Сабыргалий Идрисов, из-за резкого повышения температуры, воздуха, интенсивность поступления воды водохранилища оказалась больше, чем в прошлом году. В некоторых районах области паводковый период проходит без чрезвычайных ситуаций. В городах Приозерск, Балхаш, Сатпайр, Жизгазган, Сарань, Шахтинск, Каражал, Жанаркинске, Ахтагайск и Лутавских районах паводковый период проходит в нормальном режиме без чрезвычайных ситуаций и угроз потопления. Неблагоприятная же обстановка складывается в Бухажиравском, Нулинском, Асакаровском, Кракалинском, Шетском, Абайском и в городе Караганде. Всего с начала ухудшения паводковой ситуации в области зарегистрировано 19 факторов чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных в целом с резким повышением температуры и обильным поступлением талых вод. Глава области дал поручение акимам городов и районов и собственникам гидротехнических сооружений по предупреждению чрезвычайных ситуаций и своевременному оповещению населения. Николай Кровец, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Многие карагандинцы уже откликнулись на призыв о помощи своим землякам, попавшим в беду во время потопления поселков. С помощью волонтеров и добровольных помощников ведутся работы по очистке пострадавших населенных пунктов. Но желание помочь привлекает все новых и самых разных людей с открытым сердцем. Палата предпринимателей Карагандинской области обратилась к своим коллегам с призывом помочь пострадавшим от весеннего поводка. Специально для этого мы совместно с партией Нур-Отан открыли специализированный счет, куда можно перечислять соответствующие денежные средства и всех предпринимателей призываем в этом активно принять участие. К тому же, кроме перечисления денег, предприниматели также могут оказать содействие в плане поставки продукции. С близкими принято делиться радостью, но сейчас пришла пора делиться помощью. Наши предприниматели уже предоставляют на безвозмездной основе технику. Она работает по ликвидации последствий подтоплений, но дело не только в этом. Помощь нужна семьям, детям, людям, попавшим в беду. Карагандинцы всегда отличались отзывчивостью. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Allugal представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации Всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec Не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий, надежный, прочный В Караганде начался месячник военно-патриотической работы Это традиционное событие ежегодно проходит только у нас, в шахтерской столице Мероприятие проходило во дворце детей и юношества города Наш корреспондент с подробностями Гостями сегодняшней встречи стали ветераны войны Труженики тыла, войны-интернационалисты Ну и, конечно, учащиеся Суворовской школы имени Талгата Пьевдинова В рамках объявленного месячника пройдет целый комплекс мероприятий, говорят организаторы Туда входят встречи с ветеранами, круглые столы Также участники в этот период будут облагораживать памятники, обелиски Места, где захоронены наши герои, отдавшие жизнь за свою родину В рамках месячника планируется отправка молодых патриотов на границу, где они с честью будут выполнять свои задачи по защите священных убежей нашей республики А в мае месяце начнется призыв ребят в ряды вооруженных сил республики Казахстан Слово патриотизм, оно имеет именно концепцию обороны нашего государства Мы надеемся, что все граждане, молодые, взрослые, откликнутся на наше пожелание Мы ведем за собой наше внутреннее, мы ведем за собой наше молодое поколение И надеемся, что с оружием в руках мы отстоим честь, независимость и суверенитет нашей республики Целью данной акции является воспитание молодежи в духе патриотизма Будущее Казахстана зависит от молодежи, от ее образованности и патриотического воспитания В течение месяца все вместе с вами будем принимать активное участие в игровых концертных программах, тематических вечерах, спортивных соревнованиях Вы будете встречаться с ветеранами войны, тружениками тыла, воинами-афганцами Все это, несомненно, еще одна диалоговая площадка, которая нам позволит выработать определенные цели и задачи в преддверии славного юбилея 70-летия Великой Отечественной войны Войны-интернационалисты нашего города принимают самое активное участие во всех военно-патриотических мероприятиях Вот и сегодня они не остались в стороне и решили поддержать наших будущих защитников Отечества Если, не дай бог, в нашем Казахстане будет что-то угрожать, у нас есть надежные вооруженные силы, на которые мы опираемся Есть люди, кому защитить И, не дай бог, ребята, вам, молодежи, желаю, чтобы вы никогда не видели войну, чтобы вы не нюхали пороха Если будете стрелять, то только на полигонах В ходе встречи в зале Дворца детей и юношества была организована концертная программа с участием местных артистов Конечно, для процветания нашего государства необходимо быть истинным патриотом своей родины А это значит любить свою землю и любимую страну Бульнур Жакен, Айден Жакан, акция «Успанов, Первый Карагандинский» Женщины с лопатами и граблями Это не очередная формальная акция на улицах нашего города А скорее благородное дело Будущие мамы посадили в Караганде уже больше ста деревьев И на этом их доброе местье не заканчивается Подробности в следующем сюжете Будущие мамы поют песню для маленькой елочки, которую посадили тут самостоятельно Зеленой красавице они пожелали красоты и здоровья И пообещали поливать хвойное дерево каждую неделю Чтобы оно окрепло и радовало всех окружающих Женщина беременная осознает, что если она не посеет зерно уважения к земле своему ребенку Земля пропадет, можно сказать Потому что вы сами понимаете, что с каждым годом все хуже и хуже Люди забыли, что земля – это друг, что землю нужно уважать Люди забыли, что они хозяева этой земли Уже пять лет на этой дворовой площадке беременные женщины сажают деревья Все саженцы зеленые, потому что о них постоянно заботятся В течение пяти лет женщины, ждущие ребенка, вырастили более ста деревьев Так следуют своим традициям последователи йоги, которые призывают всех жителей нашего города Посадить хотя бы один саженец Во-первых, человек физически окрепнет А во-вторых, он будет дышать свежим воздухом, которого в Караганде так не хватает За пять лет мы опробовали очень много посадок Здесь у нас и туи, и березы, и яблони, и карагачи, и сосны, и тополя Мы сажаем все И лиственницы, все приживается Главное первые два-три года поухаживать Мама двоих детей Екатерина Васильченко уже на протяжении нескольких лет занимается в центре йоги И благодаря различным упражнениям роды у нее проходили без осложнений И дети всегда рождаются здоровыми Я пришла сюда уже с третьей беременностью И каждый год мы стараемся сажать и расширять наш садик Чтобы красоты было больше Чтобы и летом, знаете, как здорово Зеленые листья, деревья Тут детки наши обливаемся, вообще здорово Даже в тот момент, когда на улице холодно Будущие мамы сюда приходят Чтобы подышать свежим воздухом и выполнить нетрудные упражнения Главное – внутренний настрой А силы придут сами Теперь женщина готова выполнить свой материнский долг Благодаря занятиям, благодаря тому, что я сюда ходила Родила я очень легко, быстро И это такое наслаждение и счастье Что так, как, в принципе, рожать можно каждую неделю Это, ну, на самом деле, это счастье Поэтому то, что здесь меня заложили, я заложила в своего ребенка Будущие мамы призывают всех карагандинцев сажать деревья Это не только занимательно, но и полезно для здоровья Рождение новой жизни всегда вызывает уважение и добрые чувства Николай Кровец, Эден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск Маленькие актеры из Тимиртау привезли гран-приз Международного конкурса «Детское сияние» в Париже Там они представили спектакль Питер Пэн О летающем мальчике, который навсегда остался ребенком Финансировать поездку пришлось родителям Наш корреспондент Николай Кровец Встретился с победителями французского конкурса О французском конкурсе для детей Актриса из Тимиртау Александра Большакова Узнала полгода назад от своих московских друзей Чтобы поехать в Париж, молодые, но одаренные ребята Стали усиленно готовиться И мечта Тимиртауса взбылась На днях они вернулись абсолютно счастливыми С Кубком Победителя и другими наградами Правда, пришлось немного затянуть пояса Потому как спонсорами выступили сами родители Город Тимиртау – это город метаурбел Но не творческих людей Это было всегда Все, что делала я, я делала всегда сама И все, что мы сейчас делаем Это тоже мы делаем только сами И благодаря просто большой плеяде Крутых родителей Крутых – это не в смысле богатых А крутых – это в смысле многожильных Спектакль Питер Пэн Артисты из Тимиртау делали сознательно Для международного конкурса «Детское сияние» в Париже На постановку ушло больше 1 миллиона тенге Но самое главное – не финансовая сторона Как считает Большакова А то, что команда из Казахстана Обошла другие страны Правда, в польском посольстве Всей команде Стимиртау пришлось сильно понервничать Вот уж здесь мы полностью поняли Насколько тяжела участь артиста Когда пришлось всем детям, кто ездил в посольство за визой Показать все свое актерское, так сказать, нутро Обаять этого консула Потому что надо было вот так-то доказать Что мы едем туда на конкурс А не на ПНЖ, как они все считают У каждого актера на сцене была своя задача В постановке «Летающий мальчик» Который навсегда остался ребенком Добавили много героев Которых у драматурга Джеймса Барри Просто нет в произведении Какие-то песни в напечатанном виде Давно хранились в ящике Музыки к ним не было Они родились в процессе работы С гениальными музыкантами города Металургов Александром Соколовым и Евгением Зубенко Которые создали удивительную вертюру в спектаклю О данной поездке у всех героев Остались только положительные впечатления Дети впервые выступали перед большой публикой на корабле Тепло! Куртку почти не надо Шапки не надо Ходим в аэропорт Все так красиво Улыбаются охранники Позитивные люди В общем, все мне сразу понравилось И тут международная сцена Новые люди Новый менталитет Все это хочется прочувствоваться Прочувствовать это новым духом европейским И тут мы приехали в Европу Такая красота План у творческой студии актрисы Александры Большаковой очень большие И они все будут воплощены в жизнь Потому что над ними работает дружная команда Николай Кровецк, Арат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Со 2 по 6 апреля в Казеларде проходила Республиканская научно-практическая конференция школьников В которой приняли участие и наши ребята В жюри были представлены творческие и исследовательские работы различных научных направлений Карагандинских призеров на вокзале встретила наша съемочная группа Вот они, наши юные победители 600 учеников с разных городов Казахстана были участниками Республиканской конференции Она проходила в форме докладов, на которых ребята представляли свои проекты От Караганды участвовало 26 школьников Двое из них стали победителями первой категории Они получили грант для поступления в университет Призерами конференции стали 20 учащихся В конференции участвовало 600 школьников со всей страны Соперники были сильные, защищали на тему ракетная техника Было очень интересно, придумывали новые двигатели Были разные темы по физике, химии и астрономии Ученица нашей школы Акерке Мусина заняла на конференции первое место В нашей школе обучался всем известный Геннадий Головкин Мы гордимся своими учениками Сегодня и Акерке прославила нашу школу Гордится Акерке не только директор школы, но и ее бабушка Из 600 детей она заняла первое место Это приятно и вызывает чувство гордости Это не только ее заслуга, но и заслуга руководителей, которые учили ее Победители и призеры конференции были награждены дипломами и почетными грамотами Жезера Абдраимова, Эднажакан, Бахтяр Успанов, Первый Каравендинский Более 700 участников со всего Казахстана встретились в Караганде, чтобы завоевать звание сильнейшего каратиста В республиканском турнире принимало участие молодежь от 5 до 18 лет На праздники спорта побывали и наши журналисты Спортивный комплекс «Жастар» два дня принимал молодых каратистов из семи регионов Казахстана Несмотря на юный возраст, спортсмены показали отменное мастерство и упорство в поединках Самую серьезную команду привезли астанинцы 100 спортсменов защищали честь столицы 10 команд выставила Карагандинская область Занимаюсь я каратэ уже второй год Медаль как бы немного, но мне очень нравится заниматься каратэ У нас очень дружный коллектив На столь престижных соревнованиях идет серьезный отбор лучших из лучших спортсменов Для участия в соревнованиях мирового уровня Тренеры и федерация уже готовятся к 2016 году Это одна из подготовок ко второму чемпионату мира Где мы будем выставлять лучших бойцов со всего Казахстана Который пройдет в Астане Сергей Высокосов, Вагобеден, Курюшбеков, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский Это была последняя информация на сегодня Спасибо за внимание Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 Всего доброго, Аман Сауболгстер Субтитры создавал DimaTorzok